Да, ну вот такой призыв от Владимира Зеленского, а давайте, наверное, еще более обострим, да, судьба Организации Объединенных Наций, ну и как следствие совбеза ООН, какова она, как вы думаете, после этого призыва? Ну, очевидная вещь, что ООН не работающая организация, она уже даже слабее, чем Лига Наций перед войной, когда она была, вот показывала, демонстрировала свою неспособность предотвратить какие-то военные конфликты, поддерживать мир. Но хотя бы в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, его исключили, то есть Лига Наций смогла исключить СССР, фактически, из состава Лиги Наций. ООН даже вообще ничего не может предпринять, то есть, ну, организация бесполезная. Но почему этот призыв нашего президента не нашел отклик? Причины три. Первая причина – это глобальная, потому что никакой другой системы безопасности не создана. И если упразднить вот эту систему безопасности, ну, имеется в виду институты ООН, то человечество как бы останется вообще без всяких структур, которые должны предотвращать конфликты. Затем институциональные. Фактически, ООН – это такая организация для дипломатов, ну, высшая структура, куда дипломаты все стремятся попасть и потом надеются по окончании работы в ООН, значит, приехать вернуться в свои страны и занять соответствующие посты в министерствах. Как минимум, заместителей министров – это точно. Поэтому, если вы упраздняете эту структуру, дипломатам просто негде работать. А там лучшие дипломаты. Отбор в ООН идет из числа лучших дипломатов. Поэтому, ну, там и личная заинтересованность, и глобальная вещь – то, что не создана нормальная структура безопасности. Они обычно создаются после больших конфликтов. Вот как Лига наций была создана после Первой мировой, а ООН была создана после Второй мировой войны. То есть, по окончании этих больших войн. Поэтому этот призыв остался фактически, ну, без ответа, можно сказать. Но я предлагаю хотя бы начать работу над тем, чтобы лишить страну, которая входит в Совет Безопасности и отвечает за предотвращение конфликтов, за поддержание мира, лишить хотя бы права вета. Чтобы она не могла, ну, не может же она воевать одной рукой, как говорится, а второй накладывать вето, чтобы Совет Безопасности не мог принять никакого решения. То есть, фактически блокировать и держать в заложниках эту структуру. Поэтому хотя бы надо поставить вопрос о том, чтобы лишить ее права вета в Россию, так как она является агрессором и определена уже не одним документом и в Европе, европейскими организациями и на уровне ООН. А вот президент Украины Владимир Зеленский, он также призывал внести Российскую Федерацию в список государств террористов. Как вы думаете, и вообще признать то, что происходит в Украине, признать эти обстрелы, в том числе и в Кременчуге, которые произошли позавчера, признать это террористическим актом? Как вы думаете, какова перспектива этих призывов? Все будет зависеть от двухсторонних отношений страны к России. Допустим, если балтийские страны относятся критически к России, их парламенты могут принять такие резолюции. Допустим, Британия, которая принципиально стоит на защите прав человека, международного права, то есть они принципиальная такая страна, которая за принципы, отстаивает принципы, они тоже могут принять. Но страны, которые, допустим, в хороших отношениях с Россией или, допустим, сидят фактически на финансовых потоках от России, где Россия поставляет свои энергоносители, где Россия финансирует, занимает деньги, или решала какие-то военные вопросы, например, как в Сирии или на Ближнем Востоке с Израилем, когда она фактически балансирует, не дает Ирану как бы вступить фактически в войну с Израилем, или Израилю реализовывать свою политику в Сирии, чтобы не допустить конфликта между Израилем и Ираном. То есть здесь надо смотреть на двусторонние отношения. Не все страны тоже откликнутся на то, чтобы признать Россию страной-террористом. Шесть стран еще до начала этого экстренного заседания. Я говорю про Соединенные Штаты Америки, Албанию, Великобританию, Ирландию, Норвегию и Францию. Вот эти страны, к которым позже присоединилась и Украина, очевидно, выступили со специальным заявлением, где решительно осудили активизацию российских ракетных ударов по территории Украины. Понятное дело, что Кременчук это, ну, такое, знаете, центральное, наверное, да, событие, удар ракетный по торговому центру. Я бы, наверное, больше внимания обратил именно на этот список, потому что, например, да, конечно, это дорогого стоит, и мы ценим каждую страну, каждого участника. Вот, например, нахождение там Албании в этом перечне. О чем это нам говорит, и, может, стоит больше работать, в том числе и по этому направлению, с этой страной и с этим регионом? Да, безусловно, это регион Европы, и очень важный, они, как бы, вскоре станут членами Европейского Союза. Вот, поэтому, действительно, это отдельные, отдельно такие страны, на которые надо обратить внимание и работать с ними дополнительно. Но вопрос в чем состоит? Россия фактически доминирует в Совете Безопасности ООН. Россия, Китай, ну, это мы знаем, да, Соединенные Штаты Америки, она имеет ядерное оружие, и страны, которые не имеют ядерного оружия, не являются постоянными членами Совета Безопасности, а их там 10 таких стран, то да, они, как бы, ну, вынуждены прислушиваться к этим постоянным членам, потому что после войны считалось так, неформально, что эти 5 членов, которые имеют право вето, они фактически победители во Второй мировой войне и основатели, ну, то есть ядро. Основатели там больше стран, конечно, но ядро, которое основывали вот эти институты все безопасности после Второй мировой войны. Ну, и, соответственно, вот этот шлейф, он, как бы, перешел и на Россию. Россия, хотя за нее никто не голосовал в ООН, как за члена, да, голосовали СССР. Все знают, что Советский Союз, как бы, является одним из основателей, но, тем не менее, Россия перебрала на себя этот шлейф, вот, она говорит, мы преемники, вот, тут не надо никаких голосований, тут и так все без голосований, понятно. Ну, и страны остальные немножко так еще прислушиваются к России, то есть еще какой-то авторитет есть у России, и это все обусловлено наличием, ну, базируется все на силе, на наличии ядерного оружия, все. А авторитет, как страны, которая справедливая, которая решала бы или которая бы не допускала конфликтов, она растеряла свой.